Вы приехали очень быстро. Вы отстояли мое жилье, мое имущество, за что я вам очень благодарна еще раз. Искренние и теплые слова благодарности адресованы этим пожарным, которые спасли дом. Не часто благодарят за работу, скромно говорят сотрудники части. Не до этого людям, да и нам не до разговоров. Огнеборцы ежедневно просто делают свою работу, спасают человеческие жизни. Наша работа, наши будни. Каждый день мы уезжаем на тушение пожаров. И проведение аварийно-спасательных работ. Большое спасибо за благодарность. Нам очень приятно. Но в нашей профессии очень мало таких людей, которые приходят поблагодарить пожарных за их тяжелую работу. Время замерло. Каждая минута оказалась вечностью, вспоминают очевидцы происшествия на Новаторе. Все надеялись только на пожарные расчеты, вновь и вновь набирая 0-1. А на другом конце провода подбадривал голос диспетчера. Едут, не беспокойтесь, подъезжают, спасут, помогут. Ждала так их, чтобы они спасли дом. Он опять все выехали, все успокаивал. Находил такие слова благодарности, не благодарности, а слова успокоения, что стало легче. Намного от его слов просто. На первый взгляд работа диспетчеров пожарной охраны кажется монотонной и совсем не сложной. Но это далеко не так. Диспетчер первый, с кем общается, нуждающийся в экстренной помощи человек. Именно они обеспечивают оперативность работы пожарной части Великого Устюга. Все звонки о возгораниях или авариях проходят через них. И от того, с каким профессионализмом специалист отреагирует на вызов и подаст нужные указания, зависит, чье это благополучие, а возможно и жизнь. Мы стараемся прийти любому человеку на помощь, подобрать слова поддержки, успокоить, сказать, что чем быстрее вы передадите информацию более подробную, то, что нам необходимо знать в данной ситуации, конечно, люди по-разному реагируют, но идут навстречу, тоже, наверное, интуитивно понимая, что это им на пользу. Семья Реутовых занята подготовкой дома к зиме. Его нужно утеплить, подлатать поврежденную огнем крышу. Но все это мелочи, главное, дом цел, и живущие в нем люди с чувством благодарности вспоминают тех, кто помог его отстоять. Андрей Жилин, Антон Карев, Новости провинции. Субтитры делал DimaTorzok